Всем привет, друзья! Сейчас вы можете наблюдать, как висит глушитель на моем автомобиле Renault Megane 2. Вот так он висеть не должен. Заметил я это, кстати, чисто случайно, когда парковался задним ходом. Я просто уперся глушителем в бордюр. И такого точно раньше не было. Но я подумал сначала, что высокий бордюр, может быть, попался. Но потом появились неприятные скрипы, особенно при проезде каких-либо неровностей, ям и так далее. Все дело в том, что порвалась резинка-демпфер на заднем креплении глушителя. Выглядит это вот таким вот образом. Металлическая скоба, резиновый демпфер и небольшой такой тросик, который нужен как раз для того, чтобы, когда порвется вот этот тоненький демпфер, не знаю, почему они его таким сделали, когда этот демпфер рвется, то глушитель начинает висеть на этом маленьком тросике. Крепится этот кронштейн одним длинным болтом к кузову. И есть два маленьких болтика с обратной стороны, которые вкручиваются как раз в крепежную часть глушителя. Там нарезана резьба, и они спокойно туда закручиваются. Теперь мы спокойно откручиваем длинный болт крепления к кузову и задние два маленьких болтика. Откручиваем и вынимаем старый кронштейн. Как видите, сама резина здесь уже выглядит, так сказать, не очень хорошо. Видимо, очень давно она менялась. И вот, собственно говоря, она разрушилась. Судя по тому, что сзади отверстия, я смотрю, рассверливались или протачивались, видимо, этот кронштейн не очень подходил к посадочному месту. Но в моем случае кронштейн подошел идеально, все болты совпали, то есть можно спокойно закручивать. Но если вдруг есть какое-то несовпадение, я думаю, не составит труда спокойно рассверлить отверстие или проточить напильником. Но здесь уже, как говорится, фантазия на ваш вкус. И теперь посмотрите, как висит глушитель на новом креплении. Посмотрите, насколько он выше. Поверьте, для этого автомобиля с его очень маленьким клиренсом это довольно существенно. Подписывайтесь на мой канал в YouTube, подписывайтесь на мой канал в Яндекс.Дзен. Всем добра, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok